Обманула волка, обманула, зайчика обманула, лиса, колобка съела, ну-ну-ну, лиса. А вот Ирину обманула сама судьба. Радости материнства она представляла себе совсем иначе. Активные игры во дворе, детские центры, спортивные состязания, утренники. Но Егор родился с детским церебральным параличом. Когда мне в детской реанимации стали рассказывать, что у моего ребенка произошла гипоксия была, кислородное оглодание, вследствие этого произошло кровоизлияние головного мозга, вследствие всего этого может быть у вас ДЦП. С реанимации началась жизнь Егора. Родившись, малыш не дышал. Первые сутки жизни поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких. Позже обнаружили и пневмонию. Ребенок наглотался родовых вод. В тяжелом состоянии малыш месяц пролежал в реанимации. Егор единственный долгожданный ребенок в семье. Ничего не предвещало беды такой, так как вся беременность протекала идеально. Я в 9 недель стала на учет, сдавала все анализы, делала УЗИ. То есть показаний не было никаких, что внутриутробно. В какой момент организм сбился и почему, теперь сказать не может ни Ирина, ни врачи. Ни мама, ни папа вредных привычек не имели. К появлению ребенка в этой семье готовились ответственно и основательно. Но еще большая ответственность легла на родителей, когда Егорка родился. Мне кажется, муж закрылся в себе в какой-то степени. Как правило, да, мужчины это все переживают в себе. Но с другой стороны была как бы поддержка. Он всегда мог, Егор порос с очень таким беспокойным ребенком до года. Он мог встать ночью, прийти, сказать там, иди поспи, я сам посижу с ним. Как бы или там не было даже возможности ужин приготовить, потому что ребенок круглосуточно на руках сидел. Но помощь продолжалась недолго. Через два года после рождения сына отец Егорки трагически погиб. Так прикованная к больному сыну Ирина осталась без какой-либо поддержки и без средств к существованию. Раньше вот он не мог даже взять кубик в ручку. Где-то вот мы полгода занимаемся, только вот появились. Ой-ой-ой, ничего страшного. Вот эти вот у него навыки захвата кубика. Положительная динамика в состоянии ребенка и его развитие возможны только благодаря усилиям мамы Ирины, которая постоянно занимается обследованием Егора, выполняет рекомендации по лечению и старается искать и реализовывать любые пути реабилитации мальчика. Покупать новые необходимые приспособления для развития мышц мама, конечно, не в состоянии. Да и поддержанные стоят немало. Только этот вертикализатор Ирина купила с рук за 20 тысяч рублей. Каждый день Егорка по часу стоит на собственных ногах, чтобы мышцы укреплялись, а тело запоминало правильное положение. Поднимай головку. Поднимай головку. Да, вот головку. Вытащили. Держать голову самостоятельно даже так не уверенно, как сейчас Егор не мог несколько лет. В 2014 году мама отвезла его в Харбин. Два месяца иглотерапии, массажа и прочих процедур дали эффект. В 2015 по квоте удалось съездить в Москву. Росфонд помог собрать деньги на обследование и лечение. Несколько курсов традиционной медицины также дали заметное улучшение. Окрепли мышцы спины, Егор стал активнее переворачиваться, использовать руки для опоры. Но таких эффективных курсов мальчик не проходил уже два года. Поэтому Росфонд снова обращается к неравнодушным приморцам помочь мальчику оплатить лечение в Институте медицинских технологий в Москве. Сумма, которую выставила клиника – 199 тысяч рублей, но большая часть ее уже собрана. Как полностью собрана сумма и для другой маленькой жительницы находки. Практически такую же сумму вы, телезрители 8-го канала, вместе с читателями сайта Росфонда, собрали на расходники для инсулиновой помпы для 13-летней Кати Фаллер, которая 7 лет борется с сахарным диабетом первого типа. Теперь семье не страшно ждать, когда коробка с ценным содержимым опустеет. Поэтому, если каждый телезритель, посмотревший этот сюжет, отправит хотя бы одно СМС-сообщение на номер 5542 со словом «Дети», возможно, совсем скоро Егорка научится самостоятельно ходить и говорить спасибо. У меня мысли, о чем он думает, видя здоровых деток, которые сами бегают. Естественно, мы живем в таком районе, где нас многие детки знают, и они сами подходят к нему, как бы, играть. Он к ним тянется, пока мы с ним дойдем до них, они уже бегут. Несмотря на скованность в движениях, Егорка – парень активный, любит настоять на своем. Даже во время съемок указал на любимую игру. Уж очень ему нравится собирать кубики. Кубики будем собирать? Вот сюда. Давай. Давай. Любимое занятие помогает Егору и научиться счету, и отработать моторику. Задеть высокую башню неосторожным движением может даже здоровый ребенок. Но Егор стремится порадовать маму своими успехами. Шесть. Ой, последний кубик. Семь. Посмотрите, вы прям по ширинам ровно кубиков застали. Да, 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 да. Ну, вот, одна, две, три башни у Егора. Ого себе. Вместе с мамой Егорка каждый день занимается спортом. Любимая игра на импровизированной площадке – футбол. И здесь тоже и успехи, и спортивный интерес. Опа! Поймал, молодец. Молодец. Каждое элементарное для других детей действие шестилетнему Егорке дается большими усилиями и его самого, и мамы. Однако оба бесконечно радуются даже малейшей победе. И, конечно, верят, впереди главные в жизни достижения. Инна Щедрова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова